Сегодня я взяла такую тему, которая называется «Как стать миллионером?». Тема, согласитесь, очень такая, ну, привлекательная, что ли, потому что вообще по опросам большинство людей, когда задают вопрос, какая у тебя самая сокровенная мечта, люди говорят, я хочу быть миллионером. Естественно, по причине того, что в нашем с вами сознании плотно улеглась картина того, что деньги равно счастье, что иметь вновь денег как бы классно, но эта программа находится только в нашем сознании, то есть мы хотим денег, но в нашем подсознании то, что у нас находится где-то глубоко, скрыто огромное количество разных ограничений, страхов и убеждений, которые нам, естественно, не позволяют эти деньги иметь. Почему естественно? Потому что тем, кому позволяют, у того эти деньги есть. Я в своей жизни заработала уже не один миллион, и могу вам сказать, что деньги – это определённо огромное количество радостных эмоций, то есть не сами деньги, безусловно, а то, что мы вместе с ними получаем, как в нашем физическом мире в контексте того, что мы можем приобрести, что мы можем себе купить, что мы можем себе позволить, так и в нашем внутреннем мире, потому что наш внутренний мир – это мир ощущений, радости, свободы, каких-то крыльев за спиной, понимания того, что ты смог заработать эти деньги, какой ты умничек и молодец, и это, конечно, очень суперкруто. И сегодня я хочу посмотреть на тему, как стать миллионером, немножечко с интересной, такой необычной стороны, для того, чтобы, конечно же, дать вкусную, правильную пищу для вашего ума, потому что, как я уже люблю говорить, то, что мы потребляем, ту информацию, которую мы потребляем, то, о чём мы размышляем, то, над чём мы думаем, да, над коронавирусом, проблемами, плохим другом, ужасным руководителем, боссом, или над своим развитием и над тем, каким образом мы можем улучшать свою жизнь, жизнь других людей, в общем-то, от этого и зависит тот результат, который мы получаем. Значит, у меня в руках пепси, потому что знаю, что многие новые люди в ужасе от употребления мной какого-то странного напитка, конечно же, алкогольного, он же, в алкогольном бокале, я очень люблю такие бокалы, я люблю с них пить всё, в контексте безалкогольных напитков. Вот, поэтому, как говорится, ваше здоровье, я много говорю, и в какой-то момент пересыхает горло. Короче, я оправдалась, да, все уже присоединились. Поэтому, чтобы вы там в какой-то момент, когда вы уже обсудили всё, что только можно было обсудить, есть такие люди, которые приходят на эфир, они не слушают, о чём говорят, но они типа там обсуждают волосы, значит, там, кальционы пальцы, очки, и доходят до бокала и начинают писать, значит, про бухание в кадре. Вот, сразу же говорю, чтобы было не весело. Итак, давайте будем разбираться, а теперь касаемо темы, касаемо того, как именно, мне бы сегодня хотелось об этом поговорить. Вопрос, ещё раз, вопрос о том, как стать миллионером, является, собственно, не менее популярным, нежели в интернете, как похудеть быстро. Так вот, я могла бы вам ответить очень просто, как стать миллионером, нужно, чтобы у вас был миллион, тогда вы станете миллионером, желательно много миллионов. Следующий вопрос, который вы зададите, да, Оля, это логично, а как взять, где взять много миллионов? Я вам могу сказать, можете их заработать. Следующий вопрос, который вы мне зададите, а как их заработать, да, как их заработать, как сделать так, чтобы ты заработал миллион? Я вам могу сказать, так, можно сделать 10 чеков по 100 тысяч, у вас получится первый миллион, если вы сделаете 20 чеков по 100 тысяч, у вас будет 2 миллиона и так далее. И, конечно же, следующий вопрос, который вы зададите, а на чем мне их заработать, а как мне их сделать. Я вам могу дать тут много ответов. Могу вам сказать, ну посмотрите, те бизнесы, тех людей, которые уже заработали миллионы на книгах, на бутылках, на инфобизнесе, на одежде, на McDonald's, на еде, и сделайте то же самое. Икеа на мебели, повторите их модель. И очень многие люди, когда приходят в бизнес или в работу, они пытаются кого-то повторить. То есть, раз у того получилось, я сделаю то же самое. Кстати, так очень часто открываются именно маленькие бизнесы, которые смотрят на кого-то. У меня есть девочка сейчас в коучинге личном в бизнесе, которая рассказывала мне о том, как она решила сделать одно направление, и она совершила очень простое действие. Она позвонила лидеру этого направления, все у него узнала, попросила его выставить документы, взяла эти документы и на следующий день пошла продавать эти услуги. И поскольку она живет в небольшом городе, она пошла их продавать и раздавать визитки. И продала там, за день получила 20 чеков по 9800 гривен. Вот. Такая, знаете себе, интересная душевная история. Вариантов есть миллион, на самом-то деле. И если мы с вами рассмотрим любую бизнес-модель, поговорим, давайте. Я называю бизнес-моделью не только то, что я делаю в бизнесе, но и то, когда я себя продаю кому-то. То есть, когда я устраиваюсь на работу, потому что это такой же бизнес. В зависимости от того, насколько вы талантливый продавец, насколько вы талантливо оказываете свою услугу, а вы предоставляете в любом бизнесе, когда вы на любой работе, когда вы куда-то нанимаетесь, вы предоставляете человеку свою услугу. Просто у вас покупает не много клиентов, а один клиент, он у вас покупает, вы с ним договариваетесь о цене, вы договариваетесь с ним о том, что вы ему будете предлагать и делать. И вот, если вы талантливый человек, то вы умеете набивать себе цену, вы умеете работать, улучшать свою работу, улучшать свою услугу и, соответственно, расти в цене на рынке. Это ответ на вопрос, почему топ-менеджеры многие зарабатывают там сотни тысяч долларов в год. Именно по той причине, что они умеют себя продавать и, соответственно, они умеют выстраивать и руководить компанией большим количеством людей или классно выполнять ту работу, на которую их взяли. В бизнесе история точно такая же, то есть в зависимости от того, насколько вы в чем-то талантливый, хорошим, вы можете в этом проявиться. Да как же все-таки заработать миллион? Вот знаете, у нас у людей есть такая очень интересная привычка, если вы отследите и поделите людей на две группы, на людей-предпринимателей, успешных и на всех остальных, то вы увидите, что обычные люди всегда идут по принципу школы, нужен конкретный ответ, вот решение конкретного вопроса, конкретного примера, нужен ответ, и за это получить оценку. То есть нас приучили к тому, что все имеет очень конкретный ответ, мы должны его найти, получить оценку, садись пять, что делать с этой пятеркой, зачем нужен этот табель, как вообще с этим жить, зачем эти знания, зачем ты это учил, этому никто не учил, главное получить оценку. Вот в жизни я сталкиваюсь, когда с обычными людьми, уж простите, так назову, люди всегда хотят какой-то суперконкретики. А когда мы хотим какой-то суперконкретики, вот скажите мне, что надо делать, мы сразу же себя автоматически переносим в лагерь исполнителей, потому что когда нанимают исполнителей не сильно хороших, не сильно хороших, им четко говорят, что нужно делать, вот на кассе сидит тетя, ей говорят, вот ты должна пробивать, да, и она сидит и пробивает. Сейчас во многих супермаркетах уже есть кассы самообслуживания, и все мы понимаем, что даже если мы совсем не понимаем, как это работает, то с помощью всех экранов чудесных, на которых все написано, мы все с вами очень легко становимся кассирами. Это говорит о том, что эта профессия очень легко заменима, причем я думаю, что в скором времени она действительно будет заменима полностью роботами, и как бы люди для этого не понадобятся. А вот люди, которые создают, люди, которые открывают интересные бизнесы, или люди, которые работают топами в компании, это люди, которые прежде всего умеют сами создавать интересные задачи и находить под них нестандартные решения. Потому что Икеа в свое время, если вы не смотрели никогда, вот кстати у трансформаторов Димы Портнягина, когда-то несколько лет назад вышло классное видео про Икеа, компанию, где он ездил на завод и рассказывал, как вообще создавалась эта компания, которая сегодня является одним из лидеров рынка, может быть лидер рынка, не знаю точно. Так вот, все начиналось с какой-то конкретной идеи, и люди эту идею потихонечку распаковывали, трансформировали, расширяли, масштабировали, и в итоге захватывали мир. То есть приходила какая-то интересная мысль, нестандартное решение, к которому все привыкли, не ответ на вопрос, сколько будет два плюс два, а интересный некий подход, когда люди задавались целью, а как сделать так, а что нужно потребителю, а как бы это было интересно, а как это проявить, и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы вы могли стать миллионером, вы прежде всего должны осознать очень простую вещь, что миллионеры не мыслят шаблонно, и миллионеры это не люди, которые ищут конкретного ответа, как сделать. Потому что то, как сделал кто-то, в вашем случае уже никогда не сработает. И то, как делает сегодня ваш конкурент, это он так делает. И вне зависимости от того, во-первых, мы никогда не знаем, насколько его бизнес-модель успешна или не успешна, поверьте мне, я уж точно вам могу сказать. Я когда-то, когда я занималась свадьбами, и меня копировали все, кому было не лень, я специально делала какие-то леваковские штуки такие, которые могла себе позволить сделать только я. И я намеренно смотрела, как люди за мной повторяют и, знаете, как в болото заходят. То есть я прямо делала такую дырку в болото и приглашала туда всех людей, потому что это было забавно наблюдать. То есть как люди совершенно тупо, не думая, просто идут по твоим следам, повторяя их в надежде на то, что типа это сработает. Поэтому за деньги я обучала людей, как это делать правильно, а на рынке бесплатно я дрейфовала и делала такие вещи, которые людей просто засаживали в болото и за этим было забавно наблюдать. Намеренно запуская проекты, которые утопические абсолютно, я делала вид, что они фантастические и наблюдала, как люди просто себя топят. Ну такое было, надо признаться, развлечение просто. Потому что я считаю, что ленивые мозги должны оставаться в болоте. Потому что ленивые мозги, они на то и ленивые мозги, чтобы быть где-то внизу, а не пытаться взлететь вверх. Так вот, я хочу, чтобы вы понимали, что если вы стремитесь в своей жизни к каким-то достижениям, высотам, если вы стремитесь образно, в прямом и в переносном смысле стать миллионером, то миллионер – это всегда человек, который мыслит нестандартно и не шаблонно. Миллионер – это вот можно даже назвать, наверное, миллионер мозгов. Прежде всего, миллионер мозгов – это человек, у которого нету страха, что у него не получится. Это человек, который достаточно свободен для того, чтобы тестить самые безумные идеи. Это человек, который достаточно смел для того, чтобы понимать, что не все его идеи будут реализованы. Миллионер – это человек, который всегда признает, что он внизу и он учится, он не стоит сверху, его позиция никогда не сверху, вы все мелкие. Нет, миллионер – это человек, который знает, что перед ним, вне зависимости от того, сколько у него денег, еще миллион неизведанного, а значит, есть миллион возможностей. Миллионер – это человек, который подключается к самой мощной силе на этой планете. Это сила нашей энергии, нашего подсознания. Если вы сейчас внимательно начнете изучать состоятельных, успешных людей, то, как правило, у каждого из них вы где-то найдете в интервью, что эти люди медитируют, что эти люди находят ответы неожиданно во снах, к ним приходят какие-то идеи и инсайты совершенно в каких-то странных местах быстрым образом, и это люди, которые тут же берут эту идею, начинают ее развивать. Есть определенный, у каждого такого успешного человека есть внутренняя вот эта интуиция, и определенный период времени, когда люди ее забрасывают, знаете, в такую волшебную комнату в своей голове, думают об этом, придумывают какие-то вариации, и спустя какую-то неделю человек понимает, интуитивно чувствует, стоит ли вливать туда свои деньги, свою энергию, либо не стоит этого делать. И миллионер всегда, прежде всего, рождается в голове. Очень часто можно обнаружить миллионера, и я, когда занималась свадьбами, очень часто это видела, и сейчас наблюдаю, когда я вижу, что человек еще в физическом мире, ничего в его жизни не поменялось, но в его голове появилось вот это миллионерское мышление. Ушел страх, ушли какие-то моменты сомнений в себе, уходя от момента того, что мне нужно найти, дайте мне четкий ответ, вот что мне делать. Вот если вы себе постоянно задаете вопрос, что мне делать, и хотите, ищите конкретный ответ у других людей, вы должны понимать, что вам необходимо работать над своей осознанностью, вам необходимо изначально подключиться к каналам энергии, потому что мы с вами имеем связь со всей Вселенной на самом-то деле, и наша интуиция, вот это наше приятное или неприятное чувство, которое мы периодически ощущаем, у нас всегда работает интуиция в каких-то страшных ситуациях, всегда мы чувствуем, что хорошо или плохо. Вот у меня недавно была ситуация, она еще не до конца закончилась, когда я летела из Каппадокии и взяла с собой, немножко прикупила больше, чем нужно было, и у меня был только один чемодан для того, чтобы сдать его в багаж, а могла сдать два. Но мы решили, что не будем покупать уже второй чемодан, и мы летели на несколько дней, не было смысла тащить два, мы возьмем ручную кладь. И вот у меня была одна большая такая сумка для ручной клади, с которой я летела, и маленькая такая сумочка кроссбоди. И вот в эту большую сумку мы положили все тяжелое, там подарки, которые мы купили, какие-то там чашки, ну как всегда, короче. Но у меня были вещи, которые в кроссбоди мое не влазили. Это были кошелек с деньгами, которые я зачем-то взяла, хотя всегда пользуюсь карточкой, и тут я решила вот выгулять свой кошелек Шанель. Это была моя косметичка, которую я всегда увожу в ручную кладь, и там есть все, что может понадобиться. Я это все сложила в красивую сувенирную сумку, потому что я купила тряпичную сумочку с воздушными шариками, и успешно взяла ее, и в первом же аэропорту, у нас было два аэропорта, ее оставила. Оставила по причине того, что я к ней просто не привыкла. Я видела большую сумку, с которой я летела, я видела свою кроссбоди, а про ту сумку я забыла. И вот я прилетаю в Стамбул, чтобы вы понимали, значит, в общей сложности где-то стоимость всего того, что там было, две с половиной тысячи долларов. То есть, учитывая эти деньги, которые там были, и стоимость того, что находилось в сумке. И вот я прилетаю в Стамбул, и вдруг в какой-то момент, когда мы идем на пересадку рейса, я вдруг задаюсь вопросом, а где вообще моя сумка? И понимаю, что я эту сумку, значит, благополучно оставила, причем я не помню вообще, где я ее оставила. Я начинаю восстанавливать все там в своей голове, хронику событий, и понимаю, что я ее оставила в аэропорту. И вот мы звоним нашим ребятам, турменеджерам, вообще в непонимании, да, сумка же могла уйти куда угодно, вот с кем угодно улететь. И я, ну, первая моя такая мысль, такого, знаете, неприятного, да, вот так, неприятного. Я думаю, блин, зачем я взяла эти деньги, зачем я взяла этот кошелек? И я с одной стороны говорю себе, ну, Оля, это всего лишь деньги, с другой стороны мне неприятно. Потом я глубоко вдыхаю, выдыхаю, и говорю себе, закрывая глаза, прислушивайся к себе. Я чувствую у меня внутри спокойствие, нету, знаете, вот этого ды-ды-ды-ды-ды. И я говорю, Сережа, сумку найдут, найдут. И вот пока вы с ним переходили, в Стамбуле очень большие терминалы, пока вы с ним переходили с нашего прилета места в международную часть прилета, ну, отлета, точнее, посадки в Киев, потом мы там стояли, ждали посадки, и где-то в течение получаса нам отзвонился Дима и сказал, что сумку нашли, сумку нашли. И вот мне, для меня это было очень классно, потому что в который раз я четко поняла, что моя интуиция прекрасно сейчас со мной ладит. Я вам могу сказать, что вот раньше у меня всегда разрывалось сердце, я звоню, там, мой ребенок не берет трубку, там, муж мой не берет трубку, у меня всегда были истерики. Сейчас я знаю, что даже если я звоню, отключен телефон, или там, не знаю, армагеддон начался, ветки полетели, я интуитивно чувствую всегда, когда все хорошо, или когда что-то все-таки есть, какая-то опасность. И вот эта интуиция, она развивается как раз посредством ментальных практик, посредством медитации, посредством осознанной работы над собой. И еще раз говорю, обратите внимание на то, что вот просто отныне начните обращать внимание, что практически у каждого успешного человека вы где-то будете слышать историю про медитации, про какие-то практики. Миллион всего на самом деле существует, каждый выбирает что-то свое, но вы должны осознавать, что у нас есть невероятный мощный источник, наш внутренний, который, собственно, имеет непосредственное отношение к нашему предназначению. То есть мы внутри себя знаем, зачем мы пришли в этот мир, в чем мы должны развиваться. Когда мы в чем-то являемся успешными, нам в этом приходят деньги. Это тоже надо понимать. Есть два... Ну давайте сейчас, как обычно, начали за здравие, а закончим за упокой. Я говорю о том, что я очень люблю перепрыгивать с темы на тему, но это не суть важна, потому что вы уже привыкли, потому что я такая, полюбите меня такое. Есть два источника прихода к деньгам. Есть источник прихода к деньгам через силу, то есть мы можем заработать деньги, если мы будем целеустремленные, если мы будем ставить себе цели, если мы будем себя выжимать. Этот канал приводит нам деньги. Я так жила очень много лет, я называла это достигаторством, и я считала, что деньги нужно выгрызти. Их можно получить, просто у тебя ленивая жопа, если ты не шевелишься, ничего не хочешь делать. Вот, все возможно. И по такому принципу я жила до тех пор, пока однажды я не начала терять свою энергию. То есть пока я не почувствовала энергетического истощения, то, что называется какой-то депрессией, в общем, меня начало сильно колбасить, и я, как человек, который достаточно давно увлекается практиками и, по крайней мере, изучением этой темы, я осознала, что я могу прийти к какому-то дурацкому заболеванию, потому что наше тело имеет такую интересную особенность, оно, когда мы начинаем сильно уставать, не жалеть себя и жаловаться, наше тело принимает это на себя и рождает какую-то замечательную болезнь, да, и говорит, типа, вот теперь у тебя есть смысл жить, теперь тебе нужно себя перезагрузить, заняться самопознанием, простить себя за все, да, осознать, что ты сделал не так, и тогда, возможно, ты выздоровеешь, выздоровеешь, но это не точно. Вот, то есть вот приблизительно такая движуха. Я об этом подумала заранее, поняла, что это как бы не входит в мои планы, я никогда не любила ходить лысой, и вообще как бы эта темка не про меня, то есть я готова перезагрузиться раньше, чем на меня что-нибудь снизойдет такое. И тогда я начала изучать вторую тему прихода денег. Почему прихода денег? Потому что я считаю, что деньги – это хорошо, я считаю, что деньги – это возможность быть собой, возможность помогать другим людям, возможность кайфовать их жизни. Деньги – это всегда высокие вибрации, в моем понимании, потому что они могут принести огромное количество удовольствия и пользы. Я смотрю на деньги сквозь такую призму. Поэтому мне хотелось всегда денег, но я поняла, что получать деньги через сражения я больше не хочу, потому что для меня это как бы фигово. Я не из тех, кто говорит, что не в деньгах счастье, я не уравниваю деньги и счастье, но когда мы говорим, что не в деньгах счастье, мы как будто бы унижаем деньги. Это как будто бы сказать, тебе не обязательно быть красивой, чтобы я тебя любил, я тебя люблю такой, какая ты есть. И вроде бы как это должно быть приятно, но звучит это все-таки для меня от мужчины, как будто бы, ну ты страшненькая, но еще страшного я тебя люблю. Поэтому я по отношению к деньгам как бы всегда выражаюсь с любовью. Ну мне нравятся с ними отношения, мне кажется, деньги это классный партнер, мы друг к другу подходим, у нас классный секс с деньгами, мы дарим друг другу много радости, удовольствия, классно проводим время, поэтому для меня деньги это обожаемый мной партнер. Вот, и когда я начала думать о деньгах с позиции вот этого партнера, я поняла, что как-то глупо, короче, встречаться с партнером и страдать от этого. Да, то есть, ну, типа говорить, ну, не так уж ты мне и важен, да, или просто там он ко мне приходит, у нас там шуры-муры, и я начинаю вдруг страдать, да, и говорю, я тебя добьюсь все равно. Он говорит, ну, давай как-нибудь, может быть, а я говорю, нет, я буду с тебя сражаться, я тебя отобью у всех баб, значит, у всего мира. Ну, какие-то ёбаные отношения, простите. Ну, в общем, я переросла этот момент, мне было около 30 лет, когда это начало со мной происходить, и я поняла, что как-то надо по-другому. Вот, и второй приход денег, который я для себя открыла, это приход не через страдания, я буду очень много работать на износ, и я все равно достигну, а через любовь, я буду делать то, что мне нравится, и чем лучше я это буду делать, тем больше денег у нас будет. Да, то есть вот эта история мне нравится больше. Чем более я полезна людям, то есть я считаю, что деньги – это взаимообмен, да, между тем, насколько я в чем-то хороша, что я могу дать полезного, и люди всегда, мне очень нравится это выражение, я его часто употребляю, люди всегда голосуют кошельком, насколько ты в чем-то хорош. Я, например, когда люди говорят там по поводу инфобизнеса или еще чего-то, вот, нас разводят, нам предлагают какой-то тренинг, нам втюхали, смотрите, тренинг втюхали – это из истории про «я достигну», когда человек говорит, «Так, мне надо придумать какой-то продукт, чтобы заработать себе соточку в этом месяце, значит, что там эти лохи хотят, значит, они хотят там похудеть, окей, тогда мы сейчас создадим продукт, давайте, значит, там сейчас раскинем более, писали, тра-та-та, им будет звонить робот, значит, будем им хуярить по 25 сообщений в день, будем выжимать базу, подключим партнеров, блогеров, «все, хуяк, как-то эту сотку сделаем». Это история про боль. В чем нюанс боли? Нюанс боли в том, что есть два момента. Первое – у человека в какой-то момент внутренне перегорает, то есть он зарабатывает деньги, но он не дает пользу. Ему похер, по большому счету, что происходит со всеми остальными. Он смотрит на деньги, как на деньги. И у него либо происходит внутреннее перегорание, либо ему посылается какая-то, опять-таки, болезнь или сложная жизненная ситуация, в которую он должен трансформироваться из человека к говнишке. Ну, потому что если ты пользу не приносишь, ты как бы говнишка. Это моя трактовка. Из человека к говнишке превратиться в осознанного человека. Обычно это, опять-таки, происходит тогда, когда у человека происходит сильная переоценка жизненной. Когда что-то в его жизни произошло такое, что ему нужно переоценить все то, что он имеет, для того, чтобы понять, что-то понять, получить свой жизненный урок. Вот, это как бы одна история. И вторая история, например, это больше про меня, когда я понимаю, что я хочу создать нечто очень ценное и важное, что повлияет, ну, в моем случае я про себя говорю, что повлияет на жизнь других людей. Почему? Несколько моментов. Первое, это круто, что я могу влиять на жизнь других людей. Второе, это вообще круто, что люди могут меняться, и я имею к этому какую-то причастность. И третье, это круто, что я использую некий дар, который мне дали. Потому что я считаю, что все, в чем мы хороши, это как бы, знаете, ну, как нам в конвертик положили, когда мы рождались. И круто, что мы это нашли, и очень здорово, когда мы это отдаем. Я всегда, когда меня спрашивают по поводу энергии, вот вы столько отдаете, не боитесь. Я понимаю, что если мне столько этой энергии влупили, что ее нужно, что ее хватает, точнее, на такое большое количество людей, то точно нужно ее отдать, потому что она меня саму просто подорвет. Вот, поэтому я щедро этим делюсь, открываю этот кран, и, знаете, этой водой заливаю всех, потому что всех желающих, потому что, ну, зачем мне это держать все в себе, для чего, как бы, не жадная в этом плане. И вот для меня как раз история про развитие и про удовольствие, она гораздо более кайфовая. И я понимаю, что чем лучше я раскрою свои таланты, чем больше я буду понимать потребности людей, чем круче вот эта взаимосвязь между нами создаться, тем с большим удовольствием большее количество людей принесут мне свои деньги и будут счастливы и довольны, потому что нет ничего более кайфового вам, чем когда люди дают тебе деньги с удовольствием, или когда ты даешь деньги с удовольствием. Вот я недавно писала про ребят, с которыми мы путешествовали, и я когда заплатила, я дала им деньги с удовольствием, да, то есть я кайфанула от того, что они классно сработали, мне было не жалко. Вот это очень важный момент. Нас часто приучили, знаете как, не часто приучили, нас вообще приучили, у нас особенные отношения с деньгами, да, нас приучили стесняться денег, стесняться себя продавать, стесняться говорить про деньги, стесняться как-то неудобно, это даже не то, что неудобно, это неприлично. Неприлично говорить про деньги, неприлично говорить, что ты любишь их зарабатывать, неприлично говорить, что ты хорош в своем деле, и поэтому ты благодарен людям, которые приносят тебе эти деньги, потому что это классно, у вас крутой взаимообмен, ты даешь им что-то полезное, они дают тебе возможность развиваться, потому что деньги это для нас тоже возможность развиваться. И у нас об этом не принято говорить, это так неприлично, это вообще. Я знаю многих людей, которые в обморок падают, когда нужно назвать свой ценник, например, сказать, сколько они стоят. Или сказать, что они кайфуют от того, что другие приносят им деньги. Ну нет, ну про деньги нельзя, нельзя, нет, ну деньги это такое, блин, ну как она вообще об этом может говорить, это же так как-то стыдно. Я неоднократно видела девочек, которые буквально в обморок падали и со сходу давали скидку в 50% клиенту на свои услуги, когда доходила речь до денег. Потому что в этот момент в их голове прозревала такая картина, знаете, как у женщины перед сексом. Когда девушка идет первый раз на свидание с парнем, очень в себе не уверена, почему-то считает, что он божественно красивый, а она не очень. Вот, и она страшно, дико комплексует, уверена, что он видит все ее складочки, то есть, что он сейчас не охуенно в нее влюбился, да, а то, что он именно выискал в ней все. И она сходу, когда он ее приглашает к себе, она дико хотела, готовила, сделала себе эпиляцию и депиляцию, надела самое красивое белье, но она вдруг лупасит ему по морде, встает и уходит. Нежданчик такой. Типа, и говорит, я не такая. Вот, так вот, я наблюдала неоднократно за людьми, которые от своей неуверенности во время того, когда нужно назвать, например, свою стоимость, да, своих услуг, они сразу же сходу называли ценник наполовину меньше, и то страшно закрывали глаза у себя в голове, и были готовы вообще прогнуться и бесплатно отдать, только бы клиент не уходил. Вот, понимаете, это тоже такой важный момент ценности. Почему я говорю, что саморазвитие, вот эта осознанность, то, чем мы занимаемся, то, чем я, чему я учу людей, почему это крайне важно? Потому что это помогает нам почувствовать себя новыми людьми, почувствовать себя людьми, которые ценят себя, почувствовать людьми, которые понимают свою ценность, которые способны осознать, в чем они хороши. Вот я в ноябре готовлю марафон, спалю контору, про бизнес, про бизнес и про как раз вот такой рерайтер бизнеса, я бы его назвала. То есть про людей, которые работают в бизнесе и которые не способны реформировать и пойти дальше в своем бизнесе именно потому, что их в головах не пускают. Потому что в голове такое количество ограничений, такое количество неуверенностей и прочих фигней, которые не дают возможность развиваться человеку как предпринимателю или как наемному сотруднику. Потому что я вам уже в начале сказала о том, что любой из нас является предпринимателем. И когда мы работаем на работе, мы получаем мало только потому, что мы херово себя продаем, потому что мы херовый товар из себя представляем. Вот и все. И если мы себя подтянем, то мы можем себя и продавать гораздо лучше и совершенно другим компаниям, и развиваться совершенно иначе. Как обычно, все темы сразу. Так вот, еще раз, к чему я все это дело вела? Вела я все это дело к тому, что если вы хотите стать миллионером, что бы для вас это ни означало, вам нужно понять, что нужно перестать искать ответ на этот вопрос вовне и заглянуть вовнутрь себя. Для того, чтобы вы были способны притягивать и создавать, и генерировать большие деньги, вам нужно изначально понять, кто вы есть, чего вы желаете, какой вы человек. Вам необходимо провести внутреннюю работу над собой. Вы способны заработать большие деньги, не проводя внутреннюю работу, только через страдания. Только через страдания. Через достижение цели, планкинжал, убьюсь, но сделаю. Давайте поспорим вместе, иначе я сделаю себе татуировку, выбрю из налысо. Это стратегия работает. Но вы должны знать, что она, поскольку она каким образом выглядит? Она выглядит так, вы вот тут где-то находитесь, да, вот здесь. И вдруг вы решаете поставить планкинжал, и вы изо всех сил начинаете рвать жопу. У некоторых получается, у некоторых нет, кто-то разбивается, пока сюда идет, а кто-то взлетает. Но вы же должны понять, что развитие – это история про наверх. Но когда вы вот так вот, вот в таком, не в таком расстоянии, а в таком расстоянии это делаете, и взлетаете, да, и у вас получается, у вас потом начинается то, что я называю откатом. Причем чем выше вы взлетели, тем жестче откат, потому что взлететь не так сложно, как закрепиться. И как правило, когда взлет высокий, потом начинается очень-очень жесткий откат. И эта стратегия, она есть, она существует. Мы ее не сбрасываем со счетов, но она такое происходит. И вот если мы с вами понаблюдаем за людьми старой формации, состоятельными и богатыми, то мы увидим, что в их жизни всегда есть вот такая вот история. Типа сегодня я президент, завтра меня посадили в тюрьму. Послезавтра я вылез из тюрьмы, потом на меня открыли уголовное дело, потом меня пристрелили. То есть эта история, она существует, но вот эти вот пиковые точки, вопрос, нужны ли они вам. В моей жизни были пиковые точки другого уровня. Я не была ни президентом, и, к счастью, меня не пристреливали. Но пиковые точки мы все чувствуем, когда мы идем через боль. Похожа наша жизнь на какое-то вот минное поле. Да, мы даже не успеваем расслабиться. И мы говорим, что нет, я достигатор, я сильная, я справлюсь, да. Или сильно я справлюсь. Но еще раз, осознание должно прийти через голову. Еще есть такой момент, что когда люди вот такие цели себе ставят, они потом устают, они где-то разбиваются, и они говорят, не в деньгах счастье, я ничего не хочу, не трогайте меня, я лучше буду бедным, я уже там был, это не жизнь, это ад. И они правы. Но правы они только в том, что я так больше не хочу, а в остальном не правы, потому что шли по другой стратегии, по другой дороге. Потому что они знали, что можно идти через удовольствие, через позитив, через состояние вот этих приподнятых моментов, когда ты находишь то, что у тебя получается, то, что тебе нравится, ты начинаешь отдавать, тебе приходит еще больше сил, и когда ты делаешь еще и что-то полезное, попадаешь, да, очень важно, конечно же, мы живем на рынке, где важно попасть и быть признанным художником при жизни, а не при смерти. То есть мы, безусловно, должны понимать, как те таланты, навыки, умения, которые у нас сегодня есть, то, с чем мы родились, таким образом мы можем применить это на коммерческом рынке, в том числе, для того, чтобы мы могли это продавать. Условно говоря, я могла бы читать в семинариях духовных какие-то замечательные лекции, правда, без матов это была бы не я, но, наверное, да, я как бы с этих вещей все время думаю о том, что еще я могу полезного дать, и, конечно же, я делаю с этого бизнес, конечно же, я прилично с этого зарабатываю, все время думаю, как заработать больше, а как заработать больше равно как сделать что-то лучше. Я понимаю, что единственный способ у меня заработать больше по моей стратегии, это сделать что-то еще более полезное, привлечь еще большее количество людей к тому, чтобы их жизни стали лучше. Я понимаю, что чем большему количеству людей я помогу улучшить жизни, тем богаче я буду и счастливее, потому что счастье мне это тоже огромнейшее приносит, для того, чтобы ты что-то создавал, мало денег. Я знаю большое количество тоже людей, которые достигали больших цифр и чувствовали себя сильно несчастными, поэтому сегодня я наблюдаю за людьми, которые мне нравятся и развиваются, у них всегда есть какая-то мета-цель, мета-идея, что они делают, какие-то инновации приносят, какие-то вот обязательные штуки, которые драйвят, потому что деньги сами по себе, но если вы заработали миллион, а многие там богатые люди заработали десятки миллионов, которые они уже не в состоянии по жизни потратить при жизни, то скажите, пожалуйста, что тогда должно человека драйвить? Ведь деньги драйвят до тех пор, пока ты не решаешь свои какие-то проблемы в контексте того, чтобы закрыть базовые потребности. У каждого свои базовые потребности, у кого-то это сотка баксов в месяц, тысяч, у кого-то это сто долларов в месяц, тут у всех свои, но как только базовые потребности твои закрыты, уже должна быть какая-то гипермотивация для развития, то есть что-то должно стоять больше, чем деньги, что-то, чего ты желаешь. Почему часто на бизнес-тренингах этим моментом бросают вам родителей, то есть что-то, что для вас выше, чем вы сами, что-то такое. И вот этот момент крайне важно в себе поднимать, поэтому опять возвращаясь к теме, как стать миллионером, не ищите шаблонных решений где-то извне, ищите их внутри себя. Самое полезное, что вы можете сделать, это не пройти сегодня тренинг по бизнес-консалтингу, по СММу, по тому, как сделать Инстаграм. Вот просто поверьте, это все технологии, они крайне важны, но до тех пор, пока вы внутри себя не обнаружите вот этот сосуд, который будет давать вам ответы на все ваши вопросы, который будет интуитивно вас двигать к себе самому, выдавать вам классные идеи, помогать вам притягивать в свою жизнь крутых людей, помогать вам видеть нечто, что другим людям не видно. Вот до тех пор, пока вы это не научитесь делать, а это, представьте себе, не суперсила, это наша базовая опция. Мы все абсолютно это умеем делать, но мы этого не знаем. Помните, как в телефоне часто бывает на каком-то сайте, говорят, пять функций, которых вы не знали о вашем телефоне, и вот вдруг вы видите, что какая-то кнопочка помогает сделать то, что вы делали пятью какими-то нажателями, или вы видите, что ваш телефон может то, о чем вы никогда не догадывались, и вы думаете, ёпси, ну как вообще тупо, почему я об этом не знал, да, там, запись с экрана или что-нибудь еще. Есть некоторые вещи, которые являются для нас настоящим открытием, или друг тебе показывает и говорит, зачем ты это делаешь, ты что, так не умеешь? Вот то же самое происходит с нами. Нам даны невероятные фантастические возможности, и нам дана самая крутая возможность получать ответ из себя самого. Из себя самого, закрыв глаза, научившись слушать себя, мы способны получать ответы на абсолютно любые вопросы. Мы способны притягивать в свою жизнь нужных нам людей, нужные нам ситуации, но мы не умеем этого делать, потому что, мало того, мы высмеиваем это, да, это все глупо, тупо, нам гораздо важнее посмотреть какой-то новый сериал на Нетфликсе, вот, или опять обсудить, будет или не будет локдаун, жопадаун и прочая штука. Вы знаете, я не смотрела новости, не знаю сколько. Я даже не знаю, как выглядит сейчас президент, вот сегодня, как выглядит президент моей страны. Я думаю, что год я его не видела точно, я не знаю, что он делает, что у нас происходит, но это не мешает мне никак жить, вот совсем. То есть, вот это точно не отражается на моей жизни, кроме того, что я эти темы не обсуждаю от слова «совсем». То есть, потому что мне нечего обсуждать и ничего не сдам. И ничего абсолютно в моей жизни не изменилось, вот совсем. И я сейчас вот вижу, что вы пишете, полгода обучалась СММ, я сейчас не говорю о том, что не нужно ничему учиться. Это нужно, и это, поверьте, тоже лучшая информация для мозга, чем пожирание бесконечных вот этих пабликов, да, там про то, что Жанна Агузарова там развелась, или кто-то там на ком-то женился. Это лучше. Но до тех пор, пока мы не научимся внутренне слушать себя, до тех пор, пока мы не научимся быть в ресурсе, нам никто не даст ответ. Вот знаете, 25 ниш, на которых можно заработать деньги. Я вам скажу так, заработать деньги можно вообще на всем. Вот просто на всем. И есть люди, которые заработали и на трубочках, и на пластиковых стаканчиках, и на тряпочках для очков, и на попсиколе, и на пошиве подушек. Но есть миллиарды других, которые делали то же самое, и не заработали на этом нисколько, и прогорели. Вопрос не в том, что вы делаете. Вопрос в том, ваше ли это. Вопрос в том, развиваетесь ли вы в том, что дано вам. А на этот вопрос вам не ответит гадалка. И я вам не отвечу. На этот вопрос вы удивительным образом знаете ответ сами. Просто за счет того, что вы себя не слушаете. Вот если вы, например, выходите в аэропорт, и там постоянно кто-то что-то говорит по... Как это называется? Ну давайте по микрофону назовем, по радио этому. Все время там передают. Вот когда вам нужен ваш рейс, вы как будто вы включаете свои локаторы, да, и вы слушаете. Так, мой рейс там передают или на вокзале, да, передают или не передают. Вот вы это слышите. Если вы пришли в аэропорт, и вам не нужно никуда лететь, вы там просто туда пришли, вы не будете этого слышать. Вот точно так же и в жизни. Если вы настраиваетесь и понимаете, что в вас находятся ответы на все вопросы, тогда вы начинаете это слушать. И слушать это можно как прислушиваясь к тому, что с вами происходит вообще, так и занимаясь медитациями. Чем больше мы уделяем времени ежедневно расслаблению и медитации для себя, хотя бы 10-15 минут в день, тем чаще и лучше мы начинаем слышать все, что с нами происходит дальше. Конечно же, вопрос не только в медитациях, вопрос в том, чтобы вообще понять эту методологию, это как в Инстаграме, да, для того, чтобы вы могли развивать свой аккаунт, вам хотя бы один разочек нужно понять, как это все устроено. Где эти IGTV, где сторизы, что такое хэштеги, комментарии, что там куда нажимать, что на что влияет. Один раз разобрались, потом идут улучшения, обновления, но если вы в теме, вы быстро это все ловите. Если это не ваше и вам неинтересно, то попит какие там улучшения, обновления, оно вам все равно неинтересно, вы в тот Инстаграм никогда в жизни не заходите. Вот, собственно, здесь такая же история. Поэтому проработать себя – это лучшее, что можно сделать. Вы знаете, когда я задумала рерайтер жизни, я пришла к нему через личную трансформацию, которую я переживала в тот момент. Это было порядка двух лет назад. Я сидела в машине, понимала, что что-то в моей жизни явно не так, что я себя очень плохо чувствую внутренне, что идет очень много изменений, и я не знаю, как их принять, не понимаю. И я сидела и просила, у меня есть такая привычка – просить, просила высшую силу дать мне и описывала, что я хочу, чтобы мне дали. Описывала в контексте того, что я хочу чувствовать. Не кому-то, а вообще, что я хочу, как я себя хочу ощущать, что мне нужно. Достаточно быстро это начало со мной происходить. Я сначала не понимала, что это происходит, но потом, спустя время, я поняла, что это происходит, и в моей голове родился рерайтер. Начало все происходить, собираться, и вот рерайтер запустился. И когда рерайтер жизни, я запустила первый поток марафона, я начала его сама, конечно же, делать, писать, проходить, прорабатывать, и дальше начали рождаться клубы, ментальные практики, все это начала отовсюду собирать, делать. Я понятия не имела, что моя жизнь начнет так сильно меняться. Вначале она полгода менялась достаточно спокойно. Ну как спокойно? Она менялась сильно, но мне было понятно, как она меняется. Она просто сильно улучшалась. Сильно улучшалась в том, чего мне не хватало, то, что я для себя потеряла. Я все это заново возвращала, и все становилось сильно лучше. Следующие полгода все было достаточно стабильно, все стабилизировалось хорошо. А потом начались следующие полгода, когда я поняла, что дальше будет что-то меняться, и я буду меняться в этом всем очень сильно. Я не понимала, как это будет, но я уже интуитивно чувствовала, что в мою голову начинают приходить совсем другие мысли, у меня уходит огромное количество страхов, у меня появляются совершенно новые желания. И я понимала, что сейчас вылезет вообще новая Оля. Вот у меня проходит процесс перерождения. И вот вы знаете, сейчас у меня как раз такая стадия, когда я вылезла из королупы новой Оли. То есть я еще как бы не побежала, еще не превратилась во взрослую курицу, но я вылезла из королупы. И очень большое количество людей мне сейчас пишут, спрашивают, что происходит, какая-то не такая, вот что, в чем причина, в ком причина, где причина. и у меня начало меняться все. И то же самое стало происходить с моим супругом. И наши с ним отношения стали выходить совершенно на новый уровень. И все то, что происходит сегодня между нами, я бы никогда не поверила в то, что это может происходить. Ну, не никогда, но пару лет назад я бы точно не могла в это поверить. И я понимаю, что вот эти процессы изменений, которые мы в себе запускаем, и которые, может быть, не сразу же всегда видим, прямо очень сильно, они запускаются. Это как, вот знаете, как ребенок. Вот он родился, и вне зависимости от того, что вы будете делать дальше, но в году он будет совсем другим, не таким, какой он родился. В два он будет ходить, бегать, и он будет уже другого размера. А в десять это будет уже ребенок, а в пятнадцать это будет подросток. То есть вне зависимости от того, что вы будете делать, вы просто, простите, потрахались, вы его родили, и процесс пошел. Вот с рерайтером жизни такая же движуха. Когда вы проходите рерайтер, уже не важно, что вы будете делать дальше, вы должны понимать, что происходит перепрошивка ваших мозгов. Всего того, что вы думали о жизни, всего того, что вы о ней раньше знали, всех тех убеждений, оно у вас все отходит, и вы записываете себе на подкорку новые программы, которые дальше начинают жить своей жизнью вне зависимости от того, что вы делаете. Вы уже перепрошили себя. И спустя год, два, три, я думаю, у каждого по-разному, но вы будете видеть, что в вашей жизни меняется программное обеспечение. И вы можете понять, вот мы с Сережей сегодня разговаривали на тему того, что месяц назад, он мне говорит, я бы месяц назад представить себе не мог, что то, как я думаю сегодня, это вообще возможно в моей картине мира. Это невероятные штуки. И я могу вам сказать, что ничего лучшее в моей жизни никогда не происходило, чем работа над собой. И это автоматически выводит тебя, когда ты эту работу делаешь, ты автоматически начинаешь оздоравливать себя, у тебя улучшается твоя финансовая сторона, твоя работа, то есть это отражается на всей твоей жизни. Мы не можем поменять свою жизнь в одном аспекте, не затронув другую. Вы не можете просто накачать правую руку до вот этой части, потому что в любом случае вы взаимосвязаны. Когда вы стоите в планке, вы напрягаете все части своего тела. Мы с вами едины. И когда мы начинаем двигать что-то одно, хотим мы того или нет, начинает двигаться всё остальное. И это на самом деле прекрасно, потому что нет ничего в жизни круче, чем момент эволюции. Вселенная развивается, всё-всё время развивается, и человек тоже должен развиваться. Поэтому история про миллионерство, про богатство, вы должны понимать, что это путь. И это не история о том, что нужно открыть птицеферму, чтобы там работало 50 человек, и вложить туда 120 тысяч долларов, и тогда у вас будет миллион. Это история не про это. Это история как раз про то, чтобы найти свой собственный путь к развитию, чтобы неудачный бизнес, бизнес-модель удачную можно сделать только из своей гениальности. То есть если вы гениальны, у вас всегда будет удачная бизнес-модель. И гениальность здесь не как один из миллиардов. Каждый из нас гениален и уникален. Вы должны это осознать. Вы гениальны и уникальны. Какой бы задницей вы сейчас не сидели, что бы сейчас не было за экраном вашего телефона, голый пол, какой бы у вас сейчас телефон не был, вы можете создать абсолютно новую себе реальность. Но для этого вам нужно заглянуть в свою голову и начать работать прежде всего с ней. Есть такие люди прекрасные, я всегда повторяю, что рано или поздно вы все равно попадете в рерайтер жизни, зачем вам ждать, ну раз уж вы меня смотрите. И есть такие крутые люди, которые говорят, например, Оля, я наблюдала за вами с первого потока рерайтера. И вот вы знаете, мне так жалко, что я пропустила 15 потоков, и только сейчас решила прийти на сентябрьский. Скажите, почему я это сделала? Вот я всегда задаю себе вопрос, когда в моей жизни что-то происходит, и я знала, что это надо было делать, я задаю себе только один вопрос, почему я не сделала этого раньше, почему? Но не задавайте себе такой вопрос. Всему свое время. И помните, учитель приходит, когда ученик готов. То есть наша готовность очень важна. Мы можем точно так же и в своей жизни осознавать какие-то важные вещи, но быть не готовыми к совершению этого шага сегодня. А в какой-то момент мы можем проснуться утром и осознать, что этот день настал, и что что бы дальше ни происходило, что бы вам дальше ни говорили, чего бы вам дальше ни обещали, вы вдруг почувствуете, что вы изменились, и вы готовы. И вас больше не страшит то, что вас страшило вчера, и вас больше вот ничего этого не происходит с вами. Наоборот. Бывают обраточки, когда вы все время считали, что вам это все не важно, и в какой-то момент вы просыпаетесь, смотрите и понимаете, что это самое ценное и важное, что у вас есть. И к вам приходит это осознание, и вы суперсчастливы, потому что вы наконец-то понимаете, что ценность это у вас есть. Мы очень часто не ценим ни свое здоровье, ни людей, которые нас окружают. То есть мы… Это опять-таки из-за чего? Из-за неосознанности. Когда мы начинаем быть осознанными, я повторяю, осознанный – это человек, который задает себе вопрос, что я думаю, что я чувствую, почему я это чувствую, что со мной происходит, чего я желаю. Человек, умеющий задавать себе вопросы, и искренне находящийся в поисках ответов. Не думайте о том, что тут надо себе прям задать тысячу вопросов и тут же на них получить ответы. Я сейчас проживаю урок, когда я учусь, мы все время проживаем с вами жизненные уроки, и я учусь наслаждаться моментом. Я как человек-достигатор, у меня, знаете как, у меня есть цель, нету препятствий, погнали, достигли цели. И вот сейчас я понимаю, что я учусь наслаждаться, потому что у меня уже достаточно много побед, достижений и всего. Я дышу, у меня есть руки, мне 38 лет, я прекрасно выгляжу, у меня большая аудитория, у меня есть замечательная семья, у меня есть прекрасные люди, которые меня окружают, я свободна в своих проявлениях, я могу путешествовать, я могу танцевать по ночам, я могу купаться в бассейне, я могу гулять одна, я могу делать все, что угодно, и сейчас не чувствовать себя за это виноватой. И это такое офигенное сознание, но мы, как только получаем то, чего мы хотели, обычно начинаем тут же страдать, потому что мы еще не получили. Замечали такое? Вот вы купили платье, которое вы давным-давно хотели, или пошли на свидание с мужчиной, с которым хотели, но вы тут же страдаете в этот момент, что зато другое платье вы не купили, зато, значит, с мужчиной-то вы на свидание пошли, а подружка на вас почему-то обиделась. Вот у людей у нас есть такое замечательное свойство. Вот я сейчас учусь наслаждаться, наслаждаться моментом того, какая я молодец, и вы тоже молодец. У нас такой есть еще нюанс, да, ну ты-то молодец, понятно, а я-то мне еще нечем, я еще не заслужила. Так вот запомните, нам ничего не нужно заслуживать. Мы априори, нам дано право с рождения быть счастливыми, быть любимыми, быть собой. Нам не нужно заслуживать чью-то любовь. Вчера моя подруга, с которой мы, кстати, будем Наташу проводить в пятницу в эту эфир, классный, вы уже видели эфир, если вы не смотрели с Наташей эфир, то вы это же тебе обязательно посмотрите. И она мне вчера говорит, я тебе хочу напомнить, вот это были ее слова, что тебе не нужно ничего заслуживать больше. Ты сейчас имеешь то, что ты имеешь сейчас, пожинаешь, вот так она сказала, ты пожинаешь сейчас те результаты вчерашнего дня, предыдущей своей жизни, которые ты наработала. И тебе не надо сейчас благодарить за то, что у тебя все хорошо, там кто-то к тебе хорошо относится. Это результат твоей работы. Научись это принимать. Принимать, что ты молодец. Не заслуживать, а принимать. И вот я в очередной раз понимаю, что да, я вот этот человек, который заслуживает, и учусь принимать. Это мой сейчас жизненный урок, понимать, что я действительно молодец. И я знаю, что огромное количество людей, которые меня окружают, рассказывают какие-то свои истории, я слышу это самобичевание постоянно, самобичевание, что я не до конца молодец, я не настолько молодец. Вот пока мы не научимся принимать, вот это то, что мы молодцы, и то, что нам действительно не нужно заслуживать чью-то любовь. Мы априори, это право дано нам с рождения, просто нас с детства приучали, что если хорошую оценку получил, тогда я тебя люблю, а если плохую, тогда не люблю. Если делаешь так, как я сказал, то тогда я тебя люблю, ты хорошая девочка или хороший мальчик. А если сделал так, как ты хотел, то ты плохой мальчик. Понимаете, как сильно нас подавляли с детства неосознанно. Ты должен делать то, что тебе говорят, тогда ты молодец. А если ты делаешь то, что ты хочешь, тогда ты хуёвый, тогда ты не подходишь, я тогда тебя не люблю, ты плохой сын, ты плохой ребёнок, ты делаешь что-то на зло маме. У нас как, если ты делаешь не то, что ты хочешь, ты делаешь это на зло. Вы вообще понимаете, какие программы нам записали? На зло. И вызывают сразу же чувство вины. А мы удивляемся, почему мы потом не можем делать то, что мы хотим. Откуда у нас это чувство вины? Ты говоришь своему парню, я сегодня, прости, я сегодня хочу сходить с подружкой. И тут же просишь у него прощения, только не обижайся, пожалуйста, я тебя люблю, просто я хочу со своей подружкой побыть. Ну понимаешь, у неё сейчас сложный период. Ну это уже история, конечно, про созависимые отношения и про прочее, но во всех нас это есть. Это чувство вины вечное. А когда мы становимся жёнами и матерями, это вообще, да, мы так стремимся быть хорошей женой и хорошей матерью, что там про себя вообще лучше никогда не думать, потому что, ну куда про себя, уже всё, уже поздно, уже я должна, я должна быть хорошей матерью. Да, мы можем с вами говорить часами, но не будем этого делать. Итак, месседж мы очень простые. Во-первых, собирайте вещи, пакуйте, и первого сентября я жду вас не в школе, я жду вас на рерайтере жизни. Хватит уже откладывать эту историю для себя, хватит жить для других, хватит пытаться найти супермодель, которую кто-то когда-то использовал, заработал миллион, нужно начинать искать её в себе. Я уже говорила о том, что рерайтер имеет удивительное свойство запускать в людей сумасшедшие процессы, которые однозначно, несмотря ни на что, приведут вас в зону удовольствия, в зону любви к себе, в зону собственного развития. Когда ваш мозг начнёт давать вам самые лучшие идеи для вашего бизнеса, для вашего развития, для ваших отношений, для вашего ощущения счастья. Потому что у каждого из нас есть тот внутренний ниточка, внутренний канат, который, как помните в детстве, если вы моего возраста, по коробочкам, спичечным коробкам мы переговаривались, есть ниточка, есть спичечные коробочки. Вот мы друг другу что-то говорили в разных концах комнаты, иногда квартиры, потому что квартира была меньше, чем комната, и слышали друг друга. То же самое происходит и с нашим подсознанием. Мы с ним находимся на одном, в одной плоскости, просто за счёт того, что нас никто не учил, как говорить по этим коробочкам, как натягивать эти ниточки, мы его не слышим. Я хочу научить вас это делать. И хочу, чтобы вы ходили на тренинги не для того, чтобы вам дали решение, а для того, чтобы вы учились слушать себя. Если вы научитесь слушать себя, то поверьте, возможно, вам даже ни в Инстаграме, ни в СММе никто сильно не понадобится, потому что ваша интуиция будет делать те вещи, которые, знаете, люди смотрят и не понимают. Вот такое часто бывает, когда говорят, как они запустили бизнес? На маркетинг какой бюджет? Ноль. На то, какой бюджет? Ноль. Где это делали? Ноль. А денег сколько? А денег много, и все знают. Есть абсолютно разные истории, и у каждого из нас своя история. И вот я хочу, чтобы вы понимали, что только найдя свою историю, вы сможете приобрести все, что вы пожелаете. На этой прекрасной ноте я буду заканчивать. Ссылочка на рерайтер жизни есть у меня в шапке профиля. Если вы ее не можете найти, всегда можете написать мне в день. Я вас очень попрошу сегодня написать комментарий на тему ваших мыслей, инсайтов по поводу этого эфира. Я сейчас сняла с руки, но я привезла с Турции красивый браслет, который я ношу. Просто сняла, потому что пришла, переодевалась и не хотела зацепить. Браслет, который я хочу сегодня разыграть за самый какой-то для меня откликнувшийся комментарий. Я обязательно его разыграю и вам пришлю. Розыгрыш давайте сделаю завтра вечерком. Даже если вы не хотите получить браслет, всегда учу быть благодарными людьми. Если вам сегодняшний эфир на самом деле откликнулся, а вы не просто сидели и ковырялись в носу, мне будет очень приятно, если вы напишите несколько слов. Всех обнимаю, целую и жду на рерайтере. Спасибо.